ГО! 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 О, спустя, ты серьезный? Дай мне смеяться еще сильнее! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! В моем голосовании участвовало 4 1919 человек. Хочу поблагодарить вас всех. Ну а открывает наш топ 412 Rex, который собрал 3,4% голосов. Российский револьвер не зря попал в данный топ. Несмотря на то, что сейчас Rex более-менее играбельный, он оставил отвратительный осадок. Для тех, кто играет год в Battlefield 4, могу сказать, что Rex по релизу четверки был ужасен. Да и полностью уничтожили револьверы. Добавили им дикую задержку между выстрелами. Плюс, в отличие от того же Battlefield 3, у Rex был ниже темп стрельбы. Его сбросили с 255 до 160 выстрелов в минуту. Сейчас темп стрельбы составляет 180 выстрелов в минуту. И это неплохая цифра для работы на средней дистанции. Хотя я лично любил этот револьвер за то, что он был неистовый спам-машины для близкого контакта. А не медленным, но точным револьвером для неторопливого геймплея на манер Магнума 44. Четвертое место. 3,5% голосов. Первый необычный сайдарм. Первый ствол, на который был сделан гайд. Шорти-12. Да, нахождение его в топе сайдармов очень спорное решение. Но если быть откровенным, 5, 4 и 3 место в данном топе попадает под понятие статистическая погрешность. Шорти-12 прекрасный сайдарм, который идеально подходит для роли палки-добивалки во всех режимах. И выступает самостоятельным стволом в режиме TDM и Domination. Мощный, надежный и быстрый помповый дробовик. Единственный минус это отсутствие выбора типа патронов и специализация обороны, которая насилует картич по урону. Третье место. 3,6% голосов. Магнум 44 калибра. Тут ситуация как с Рексом. Релиз, темп стрельбы в 120 выстрелов в минуту, задержка в полсекунды. Такие суровые реали встретили звезду Battlefield 3. Ситуация изменилась только осенью 2014 года, когда DICE начали исправлять свою ошибку и вернули револьвером хотя бы нормальный темп стрельбы. Ствол играбельный и чрезвычайно эффективный на дистанциях. Хотя иногда он выдает такие приколы. Например, два попадания сносит у противника 26 хп. Имеем минимальный урон всего 37. Круто, да, DICE? Молодцы. Минусом можно назвать, наверное, наличие дегла, которое делает магнум 44 калибра глупым выпадом. Второе место. 7,9% голосов. QSZ-92. Основной сайдарм китайцев Battlefield 2 оказался не у дел. Очередной расизм от зрителей или просто незнание материала. QSZ представляет в игре группу малокалиберных скорострельных пистолетов. Пистолет неплох, но его конкурент FN57 лучше, так как у него меньше горизонтальная дача, быстрее летит пуля и быстрее перезарядка. Раньше еще различались магазины, но DICE бафнули QSZ по этому параметру, сравняв его с FN57. Как понимаете, проблема опять в копипасте. У нас два практически одинаковых ствола. Нет, мне многие писали в комментариях, мол, типа, зомбик, ты хочешь, чтобы у нас в игре было 10 стволов? Извините, сколько стволов в Battlefield 3? Их мало там. И они все разные. Ну а первое место. 56% голосов. Обладатель звания самого бесполезного ствола в игре. Марслэк. Что тут можно сказать? Марслэк это кусок говна, который абсолютно неиграбельный. Это магнум 44 калибра с темпом стрельбы в 66 выстрелов в минуту. Как вы думаете, такая пушка может быть актуальной? Револьвер с темпом стрельбы снайперской вентиляции. Я думаю, тут комментировать даже нечего. DICE, зачем настолько бесполезную вещь добавлять в игру? То есть, кто с ней будет бегать с этой ногой? А? Ну, просто подскажите мне, пожалуйста. Найдите мне того идиота, который выбьет 500 убийств на этом стволе. Будет его использовать как основной ствол или ствол для добивания. Просто я хочу понять, что меня должно заставить взять эту пушку в руки. Если я могу взять тот же магнум 44 калибра, который стреляет быстрее. Могу взять тот же G18, который автоматический. А могу взять Desert Eagle, который примерно такой же, как магнум 44. Ну, большое спасибо, дорогие друзья, что смотрели этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делайте репост. И сообщите всем, что Марслэк это кусок вонючего шведского навоза. Субтитры сделал DimaTorzok